друзья всем привет рад приветствовать всех на своем канале и сегодня хотел бы показать вам интересную колоду 15 мячом а сам инквизитором против также достаточно сильного противника такая он так и колода на этой неделе учитывая что фракция нас темных владений бой был записан через программу и не диска под полным контролем нашего друга алеши принципе все пешки вы видите в колоде меч 15 талант правый правый левый инквизитор через рыцарь и тьмы правый правый левый тоже и дряда сфеи роста 18 гайка 11 копье на свет куртка куртка кстати заранее скажу без магического совета то есть ману насильно не режет и амулет на урон 13 плюс 4 ключ все ребята задерживать не буду о чем прошу вас как обычно и переходим к видео друзья совсем недавно в нашей игре появилось секретное слово автора сейчас я вам объясню что это такое перейдя по ссылке в описании на официальный магазин rush royal market my games shop перед вами всплывает вот такой вот перечень всего того что можно купить возможно вы не найдете то что ищете например пропуска событий но это не беда здесь есть там таверна сезонная пропуска все остальное можно приобрести за платину в принципе вот все что есть платина кристаллы объясняю про слова автора при покупке вот допустим выберем песни платины нажимаем купить здесь вам предлагает выбрать игровой айти она который вы собственно будете совершать покупку допустим вот тыкаем мой иди сразу вылазит такая вот иконочка введите секретное слово автора мое секретное слово автора алле достаточно простое а л и нажимаем продолжить здесь вы можете написать любое пожелание или сообщение которое хотите чтобы я увидел его обязательно увижу все сообщения вижу читаю с кайфом просто очень много приятного пишется можете писать плохое типа если хотите нажимаем продолжить и собственно здесь переходится в раздел оплаты выбираете любой платеж и без проблем все оплачиваете заранее без зумно каждому благодарен кто поддерживает и тем самым вы поддерживаете мой канал и двигаете прогресс только наверх все ребят всем спасибо кто использует и переходим к видео так ребят запускаемся в бой соперника видите паренек с альфа омеги 4 200 крита лютые шмотки просто лютые пятнадцатые часики шаман не помню какой тринадцатый ой пятнадцатый метеор через левый талант которые последние обновления немножко бафнули теперь он имеет радиус действия точно такой же как и с пламенным валидом поэтому теперь есть смысл с ним играть маны у него много приход маны у него учитывая что три пешки темных владений 145 плюс у него там 15 или 16 посох на ману а мы ему почти не режем то есть ману не должно быть супер много типочек на самом деле довольно странные во время боя он постоянно пытался что-то делать крутить будто накручивал пинг ну я вот я думаю вы знаете что есть такая проблема что когда кто-то там начинает что-то сворачивать вкладку туда-сюда то начинает лагать и в моменте я из-за этого просто не мог ничего сделать поэтому очень злился но все-таки победить его удалось просто сразу нашел инквизитора на точку с 15 точнее с тринадцатым мечом ребята можно искать скопированного инквизитора не бояться потому что когда мы копируем инквизитора на точке орлики нам при слиянии мечей наш третий талант с 50 процентным шансом очистит любой негативный эффект и это без разницы что он может очистить камень в клановом бою эффект от горгоны ну вообще все что угодно может очистить ой спасибо большое за код автора огромное братик просто огромное спасибо и вот смотрите ребята я просто подкопил ману выставил сразу инквизитора нашел мечей также упала золото на инквизитора мечи начали настакивать за полное накопление стаков я также получу скорость атаки вроде бы в размере давайте проверим чтоб не вроде бы 20 процентов скорости атаки за полное стаки и учитывая то что он стоит на золоте плюс скорость атаки от мечей его часы нам вообще никакой погоды не играют хоть они даже и 15 снежинка у него 20 то есть шанс на замедление там минус броня все как надо вот но ребята у нас пятнадцатый меч пятнадцатый меч с 15 инком к сожалению сожалению наверное этого ни чем сейчас не контрится есть супер сильная колода с метеор с минодавром которая контрит большинство инков но вот это вот вот эта колода на реально не контрится потому что ты выстраиваешь допустим т6 инка в идеале т6 поставить дальше начну настакал глазики с пятнадцатым мечом это нереально быстро потому что там по 2 может вылетать и так далее потом начинаешь стакать просто стаки на инквизитора набираешь стаков там 70 80 и у тебя уже такие большие криты летят потом выставляешь ловчих и все если даже метеор с шансом на убийство пешки будет убивать любую нашу пешку нам это вообще не страшно будет вот здесь он просто понял что нас уже не задушит начал пытаться скидывать все вот вот здесь он попал в пятого инка и из-за того что он потом начал что-то делать у себя на столе выпаящик я не мог спасти инка поэтому пришлось сделать еще одну четвертую ряду и обратно делать пятого инка за счет чего я потерял много маны вот он подкачивает манапы выставил уже несколько часов на столе но по скорости атаки мы вообще пока не проседаем начал потихоньку ловчих выставлять и в принципе не знаю чем он планировал задушить какой смысл от этой колоды да может кого-то так это и задушит от того же самого инквизитор со статуей потому что если инквизитор будет со статуей ребята то просто убиваешь стату и инквизитор ничего не сделает а меч даете гарантию того что твой инквизитор под щитом будет иметь все вот эти вот заряженные глазики то есть бонус в размере 390 процентов урона на пятнадцатом уровне и шанс крита плюс скорость вот начинает выходить по два босса у него уже проблемы за счет того что он рассчитывал конечно на другой талант хотя не знаю скорее всего цель направленно играл потому что это имеет смысл за счет того что огромное количество маны но здесь просто выпало огромное количество бедламов цун она призывала бедламов и ему разломала весь стол на хрен я думаю он просто не выдержал того что за волну с боссами его прокрутила раз 30 и все и просто сдался смотрите 4 200 крита хотя для этой колоды наверное крит совсем не важен 78 процентов у него винрейта шестнадцатый посох на ману под практику 62 процента ман он имел и нам почти половину маны срезал также амулет роста но это тоже не суть важно в этой колоде у нас копье курточка овощи без разницы и амулет на урон 3000 крита вполне себе хватает поэтому ребята те кто говорил что у тебя больше крит ты побеждаешь ребята крит сейчас крит это не основное с добавлением талантов на многие пешки решает реально твоя прокачка по пешкам то есть даже если бы здесь было 2000 крита ребят результат бы не изменился потому что инг сейчас им будет с мечами это просто разрыв шаблонов и всего остального такой быстрый бой получился на самом деле он не получил не получилось у него задушить часами с шаманом и все чел просто скипнул пишите комментариях понравилось вам данное видео не понравилось хотели бы вы еще увидеть игры с 15 инквизитором и мечом и после обновления тоже желательно это все сравнить все ребят благодарю всех за просмотр безумное спасибо кто использует код автора вот прямо при записи видео пришло оповещение все ребят всех обнял и всем удачи